Я как-то так не обратил внимания, что многих это может увести в грусть. Я как-то так не обратил внимания, что многих это может увести в грусть. Я как-то так не обратил внимания, что многих это может увести в грусть. Я как-то так не обратил внимания, что многих это может увести в грусть. Продолжаем общаться, продолжаем изучать Священное Писание. Мы сейчас обсуждали тему Нового Года. Праздновать его, не праздновать вообще. Но в конце концов, по милости нашего Грудео, который явился в этом году 1 января, мы решили не праздновать, потому что будет очень тяжело праздновать на следующий день Весопуджу. Если выбирать уж между таким неким демоническим праздником Новый Год и Весопуджу Грудео, мы, естественно, сделали... Склоняемся все-таки поберечь силы и достойно попробовать отпраздновать явление нашего Грудео, Шила Бахти Сундаргу, Винадевга, Сваи Махаражи, который дал нам подлинную цель человеческой жизни. По милости Гуру мы обретаем второе рождение, обретаем подлинное понимание вообще, зачем мы здесь живем, что мы здесь делаем, как прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Потому что, в принципе, я сколько вспоминаю новогодние праздники, в принципе, самое негативное бесцельно прожитое время, это было именно во время Нового Года. Настолько вот негативно в общем воспоминаниях. Я понимаю, что у людей ностальгия, дети, подарки, все остальное, но я думаю, что у многих у нас связаны определенные воспоминания с празднованием Новых Годов. И понятно, что по милости Гуру Дева мы, слава Богу, избавились от этой дурной привычки. Конечно, я понимаю, что такой момент, что чем больше возраст человека, тем больше он праздновал этот Новый Год, тем тяжелее ему избавиться от этой привязанности. Потому что привязанность такая серьезная, на самом деле, что это такой самый любимый праздник всех времен и народов, по крайней мере, в нашей стране. Потому что такой всегда загадочный день, там игрушки, елки, огоньки сверкают, все такое. Но так или иначе, все равно все заканчивается обычно, как правило, первого числа, потому что всеобщая главная боль, у всех опохмельный синдром. Вот поэтому, слава Богу, что у нас есть возможность присоединить чему-то ценному. А потом в этом году мы слышали от некоторых астрологов, что вообще благоприятно Новый Год праздновать в марте месяце. Потому что какой-то неблагоприятность в сочетании планет, но и с нашей точки зрения марта совпадает с днем явления Господа Читания Махапрабо. И вайшнавский Новый Год как раз начинается с дня явления Читания Махапрабо. Поэтому мы решили перенести чисто по-вайшнавски. Мы, может быть, не совсем вайшнавы, но, по крайней мере, мы пытаемся практиковать духовную жизнь, пытаемся учиться. Это мы и пытаемся связывать все наши события с удовлетворением Господа, как мы сегодня утром. Очень замечательный такой комментарий Шрилы Павпады. Шрилы Павпады говорит, что Кришна не обязан был удовлетворять чувства Арджуны. Потому что мы находимся в положении, в данный момент времени, образно говоря, в положении Арджуны, что Арджуна хотел, чтобы Кришна удовлетворил его чувства, чтобы он что-то имел, но не сражаться и не убивать никого, и не выполнять свой долг. Но Шрилы Павпады говорит, что все это писание построено было для того, чтобы Арджуна, как прототип всех, скажем, образно говоря, живых существ, которые живут в этом материальном мире, выбрал в пользу удовлетворения чувств Господа. Потому что все мы живем в этом материальном мире и естественным образом удовлетворяем свои чувства, и хотим в этом и Господа задействовать. То есть разными способами, напрямую, косвенно, какими-то молитвами, какими-то свечками или еще чем-то. Иначе мы хотим Господу благотворить, но цель и мотивация наша одна, чтобы наши чувства были довольны. То есть мы в любом случае трудимся для себя. И ожидаем то, что Господь, Он тоже будет участвовать в наших иллюзорных проектах, иллюзорных действиях каких-то, и соответственно, тем самым удовлетворять наши чувства. Но нужно понять, что душа, она может быть удовлетворена только тогда, когда она удовлетворяет чувства Господа, когда она живет ради удовлетворения Господа. Тогда естественным образом чувства души тоже становятся удовлетворенными. Но к этому нужно прийти, к этому пониманию, к этому осознанию. И это на самом деле целый путь. И поэтому в нашей практике имеются такие понятия, как садхана, празднование праздников, соблюдение определенных дней, таких как кадыши, дни явления Господа. И поэтому наш календарь, он очень такой позитивный. Если сосредоточить свою жизнь на Ваштавском календаре, то поймем, что в принципе на остальные праздники у нас времени-то особо нет. Потому что очень много дней, которые мы должны вспоминать, памятовать как-то, праздновать, посвящать это Господу. И если мы привыкнем это делать постоянно, то в конце концов мы увидим, поймем, что такое подлинное удовлетворение, подлинное счастье. Когда нет никаких похмельных синдромов и всего остального. Есть какие-то вопросы, может, или будем читать. Идея прославления Господа, прославление Его преданных. Но в большей степени. Все происходит в большей степени. То есть больше Киртона, больше какого-то поклонения. То есть всего увеличится, более сосредоточено. И акцент делается именно на пославление или определенного явления Господа, либо на определенной личности какой-то, какого-то Вайшнава. Вот рассказывается что-то об этом явлении. Посвящается памятование именно об этом. Ну как вот люди встречаются на день рождения, говорят, вот у нас там Иван Петрович, он такой заслуженный руководитель такого-то предприятия. Сделал столько много дел и прославляет его все. Ну хорошо. А вот с этим Арджуной фототипом, как хотел Арджуна задействовать? Мы сегодня утром читали комментарий Шива Прапада, где Прапада говорит такую фразу, что Кришна не обязан был удовлетворять чувства Арджуны. Арджуна хотел, чтобы Кришна удовлетворил его чувства. Но Арджуна хотел, как бы, не хотел никого убивать, он просто хотел наслаждаться. Не исполнять свой долг. Ну, родственные взаимоотношениями, скажем так. Ну, там момент, что он говорит, к чему нам-то от царства, если мы всех убьем? И наших родственников, и наших учителей, как мы-то наслаждаться будем? И, ну, при уплате, он немножко раньше в комментарии, он говорит, что чем люди наслаждаются в этом мире? Ну, они, скажем, строят дом для того, чтобы прийти, привезти своих родственников, показать, похвалиться, как бы, вот у меня такой вот дом, чтобы те немножко позавидовали, построили себе дом, те тоже потом привезли. И такой вот взаимообмен идет в этом материальном мире. То есть, если некому смотреть на наше богатство, и некому завидовать нашему богатству, то, в принципе, богатство, они, как таковое, теряют свой смысл, правильно? Ну, в материальной реальности. Ну, это как бы один из аспектов. Но Арджуна, он описывается, как, ну, добросердечный. Добросердечный. И он, ну, его привлекали, ну, не такие вот, прям вот негативные, там, что он хотел, чтобы ему завидовали. А просто, ну, нравилось там, ну, общаться со своими родственниками, там, еще что-то, находиться в обществе. Ну, как у нас люди, вот, наслаждаются по-доброму. Собираются за чашкой чая, там, или за кружкой пива, как бы, да, там. И у них взаимообмен идет. В принципе, они ничего плохого-то не делают, в принципе, да, то есть, ну, сядут, наслаждаются. Но, господа в этом нету. Просто люди, они неосознанно, ну, вроде по-доброму живут, сами того, не отдавая отчет, что попутно они, ну, убивают массу других живых существ, как бы, ради этих небольших, ну, таких гармоничных посиделок. И, соответственно, но все равно, все равно наслаждение, даже по-доброму, оно идет за счет страдания других живых существ. И поэтому единственное, это, если уж, ну, и поддерживать свои тела за счет убийства живых существ, то как в форме жертвоприношения. То есть, если мы посвящаем свою жизнь служению Господу, прославлению Его, то тогда убийство, оно благоприятно для тех живых существ, которые убиваются, и на нас оно никак не влияет. То есть, оно идет в категории жертвы, в категории яги. Это, может, не самая совершенная точка зрения, ну, с точки зрения вайшнамской теологии, но все равно это имеет место быть. Хотя бы должны эти вещи знать. То есть, о законе кармы. Арджуна просто, он играет роль, как бы, ну, вот, смысл в чем? Что Арджуна, он вечный спутник Господа. Но он берет на себя роль обычного человека. Для примера. Потому что все вопросы, которые он задает, они, в принципе, нужны для обычных людей. То есть, трудно было представить, что ближайший спутник Господа, он не знает все эти вещи. Но он играет роль. Он задает вопросы определенные. И эти вопросы, они, ну, как раз, направляют нашу мысль на определенные. И что мы можем прочитать просто этот комментарий. Да, это Бхагалат Гитл. Чтобы дословно. Чуверенность такая, да? Приходит. Я просто, ну, как бы... У Прохопады, у него просто буквально вот с первой главы, первая глава, можно сказать, что она такая, ну, скажем, введение, да, то есть поле битвы, там построение, в принципе, там никакой философии нет. Но Прохопады он глубоко разбирает все это. И на самом деле там очень глубокие стихи. Вот стих был такой. О, Говинда, зачем нам царство, счастье, да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся обладать этим, собрались сейчас здесь, на поле битвы? О, Матху Судана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дедя по матери, тести, внуки, зятья, Шурины и другие родственники стоят передо мной, готовы расстаться с жизнью и потерять все, могу ли я желать их смерти, даже если иначе они убьют меня? О, Хранитель всех живых существ, я не хочу сражаться с ними, даже в обмен на все три мира, не говоря уже о земле. Много ли радости принесет нам уничтожение сыновей Дритараштры? Дальше Шури Пропада комментирует. Арджуна называет Господа Кришну Говиндой, поскольку Кришна доставляет удовольствие коровам и чувствам, употребляя это важное слово, Арджуна хочет сказать, что Кришне должно быть известно, каким образом можно доставить удовольствие чувствам Арджуны. Кришне должно быть известно, каким образом доставить удовольствие чувствам Арджуны. Понимаете, такой вот очень тонкий диалог идет. Но Говинда вовсе не обязана услаждать наши чувства. Однако, если мы будем стараться доставить удовольствие Говинде, то это само по себе принесет удовлетворение нам и нашим чувствам в материальном мире каждый ищет чувственных удовольствий и хочет сделать Бога исполнителем своих желаний но Господь удовлетворяет желания живых существ только в той степени в какой они того заслуживают, а не в той, в какой они хотят однако, когда живое существо ставит перед собой иную цель и старается доставить удовольствие чувствам Говинды а не собственным чувствам тогда по милости Господа оно получает все, чего желает понятно? сильная привязанность к своему роду и членам своей семьи которая проявляет Аржуна в значительной степени вызвана его естественным состраданием к ним поэтому он не желает участвовать в битве каждый из нас хочет продемонстрировать богатство друзьям и родственникам но Аржуна боится, что все его друзья и родственники погибнут в этой битве и он, одержав победу, не может разделить с ними свои богатства такой образ мысли типичен для людей, ведущих мирскую жизнь но в духовной жизни все обстоит иначе поскольку преданный стремится удовлетворить желания Господа он может по его воле стать обладателем несметных богатств чтобы использовать их в служении Кришне если же это идет в разрез с волей Господа преданный не возьмет себе ни гроша Аржуна не желал убивать своих родственников а если уж их и необходимо было убить то он хотел, чтобы Кришна сделал это сам тогда Аржуна еще не знал, что Кришна по сути дела убил его сородичей задолго до того, как они собрались на поле боя и единственное, что требовалось от Аржуны это стать орудием в руках Кришны об этом мы узнаем из последующих глав будучи от природы преданным Господа Аржуна не хотела мстить своим вероломным двоюродным братьям но их гибель была уже предрешена сам преданный никогда не мстит тому, кто причинил ему зло но Господь воздает обидчиков по заслугам Господь может просить тех, кто оскорбил его но он никогда не прощает тех, кто оскорбляет преданных поэтому Господь твердо решил убить нечестивцев несмотря на то, что Аржуна хотел простить их понятно? все очень по-божественному так, ну что есть вопросы еще какие-то, будем читать хорекиш но почитаем проповеди хранителя преданных ну не проповеди хранителя труд любви так мы читаем поломить, что преданных поломить, что преданных поломить, что преданных у нас должно быть рвение связаться садху высочайшего уровня и отказаться от стремления общаться с обыкновенными людьми если мы позволим себе общение с обыкновенными людьми под предлогом проповеди сбора пожертвований или чего бы то ни было еще это пагубно скажется на нашем мотиве ватчо вегам манаса кротха вегам джихла вегам апарас дара пасха вегам этом веган ее веших это мира сарма от и мамам при пьем саши шьят уравновешенный человек способны контролировать речь совладать с требованиями ума умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждение языка желудка и гениталий обладает всеми качествами необходимыми для того чтобы принимать учеников повсюду в мире вдохновленный советом с шимана махапрабу шива ру пагаслами предложил его перевозил его наставление на поэтический язык ватчо вегам человеку не следует привыкать много говорить говорить всегда не разбираясь хорошее хорошо и хорошее это или плохое также манаса незрелый поток мыслей необходимо сдерживать ум обычно думает о войне о поразительных научных открытиях о лихорадочном зарабатывании денег и тому подобное алчные люди всегда стремятся находиться в обществе миллионеров но не следует позволять ему гоняться за подобными вещами из говорить говорить проще перестать всякую ерунду а вот думать гораздо сложнее потому что ум гораздо сложнее ум контролировать те кто исполнен вожделение всегда ищут красивых женщин таковое занятие а те кто контролирует свои чувства постоянно ищут различные концепции на район поэтому необходимо сдерживать обыденный поток мыслей направлено на потребление и привлекательные вещи мы не должны позволять потоку наших мыслей течь туда-то сюда то одновременно в разные стороны как у большинства из людей мысли всегда ворскоряк в общем кротха вегам иногда может возникнуть гнев и он приносит несчастье неизбежно мне будет порождать обратное действие потому что там и поэтому мы должны пытаться сдерживать этот направленный на гнев поток мыслей и тени и не мы должны стремиться использовать для служения кришне все чтобы не оставалось у нас ото всех этих негативных явлений кама кришна камар пани кротха бахта две шаджани лобха садху санги харикадха моха и что лабха вини мада кришна гуна гани и юкта карибая ядха татсха свое вожделение я направлю на служение кришне гнев обращу на тех кто враждебно относится к преданным в обществе преданных я буду жадно внимать рассказом о славе господа я почувствую себя обманутым если не смогу достигнуть своего любимого господа и опиньоны я буду успевать славу кришны таким образом я привлеку своих врагов преданному служению размышления намерения и так далее могут быть использованы служению кришне мы должны стараться использовать возникающий внутри нас гнев ища поддержки опираясь на преданных и таким образом мы очень быстро сможем избавиться от этого чувства свободный поток мысли может быть направлен на садху сангу харикадху и использован в ней прал джапа это излишнее обсуждение мирских дел также нам не следует стремиться к общению с кем бы то ни было не рассудив прежде будет ли его общество благоприятным для нас самое главное это очень очень важная составляющая выбирать правильное общение на самое главное потому что из-за неправильного общения возникает все и прал джапа это мирские разговоры и беспорядочные беспорядочные мысли разговоры ни о чем или всяком негативе джихва вега означает наше влечение к определенному вкусу кто-то может быть иметь особую тягу к острому другой горькому третий к сладкому четвертый кислому и так далее нам ли следует пресекать стремление языка вкушать определенную пищу каким образом процесс таков принимая что либо нам следует помнить о том с каким удовольствием садху гуру или господь первыми попробовали это материально должно занимать подчиненное положение и наше внимание следует направлять в сторону субъективного переживания переживания того как высшая уже попробовала это это ключ к освобождению от материалистичного вкуса махапрабху старался избегать сладкого ясаньяси поэтому должен придерживаться идеала если я приму приятные дочувства все будут следовать этому примеру это пагубно скажется на них тогда сварупа дамодара его спутник сказал это негативная сторона но позитивная точка зрения в том что человеку следует принимать просадом уличестве должно быть переживание того как джиганатх господь вселенной попробовал приготовленное нам следует перейти из объективного мира в субъективный все чувства должны быть сфокусированы и направлено к высшему измерению и следует у из извлечь из них и следует извлечь из низшего измерения от это очень важный момент то есть очень многие думают что духовная практика духовная жизнь некое отречение от всего материального здесь очень очень так тонко объясняется и господь штанин махапрабху на примере своей ливы и взаимоотношений со своими спутниками он как раз показал что от удовлетворение чувства нужно не отказаться а изменить направление мы должны перри перенаправить на удовлетворение своих чувств удовлетворение чувств господа и наслаждаться только тем что господь дает как милость просада тогда наши чувства будут совершенным образом удовлетворенной и ум тогда успокоиться самое главное удара вега я все еще недостаточно много мой желудок кажется пустым поэтому я буду есть еще подобный наклонность принимать все больше и больше называется удара вега джихо вега относится ко вкусу и качеству а удара вега количество джихо вега это качественная вкусная пища а удара вега количество пасха вега это склонность или сильное желание получать удовольствие в обществе женщин мы получили наставление о том что эти три явления находятся на в одной линии помогают друг другу джихо вега удара вега и у пасха вега чтобы избавиться от них мы должны быть очень предусмотрительны они служат причиной множество несчастье в жизни человека они сгубили множество жизни в наших отношениях с ними мы должны быть очень осторожны и там вега мярвиш шахет тадхира сарма пиман предхим саши шьят тот кто силах преодолеть все эти трудности настоящий госвами и он способен контролировать весь мир может принять в качестве учеников населения всего мира никакое количество учеников не заставит его отклониться от его положения все это было дано в качестве предостережения для садху которые выступают под флагом сочетание дева как мы можем сблизиться садху на дате и прийти прийти грех на те ухим от я те при чхаки муки боджи эти чай ваша твит хим прики в акшанам приносить дары принимать дары открывать сердце расспрашивая сокровенном принимать и предлагать просадам таковы шесть симптомов любви которые делятся преданные друг с другом мы сможем усиливать наш привязанность любовь к садху давать давая ему сырье и принимая его просад мы можем усиливать нашу привязанность и любовь к садху давая ему сырье и принимая его просад необходимо давать и принимать давай то что может быть использовано им и принимать все что все то что нам необходимо но ничего нового давать то что может быть использованы им и и принимать все то что нам необходимо но ничего нового мы не будем стремиться приобретать что-то новое но Мы будем желать только то, чтобы было использовано гуру и вайшнавы, будь то гирлянды, одежды, украшения или что бы то ни было еще. Мы должны стремиться жить тем, что оставляют вайшнавы. Мы должны преподносить новые вещи садху и жить тем, что они оставляют. Гухья Макхиати. Я должен открывать свои самые сокровенные чувства садху. Внутри себя, в самой глубине своего сердца я ощущаю все эти многочисленные особенные проявления. Хороши или плохие эти чувства? Если они плохие, то каково лекарство? Мы должны представить на его рассмотрение самую сокровенную часть своего сердца, с тем, чтобы он смог изучить ее и поступить соответствующим образом. Причками. Мы станем вопрошать садху. В чем секрет твоей святой жизни? Пожалуйста, скажи мне, и я буду стараться следовать этому примеру. Чтобы избавиться от обстоятельств, в которых пребываю сейчас. Как ты достиг освобождения? Мы будем стараться хранить секреты успеха жизни от садху. Бумкти Боджи Эти Чаева. Мы будем кормить его и принимать его просадом. Если мы будем следовать вышеизложенным наставлениям, то приблизимся к личности. Если мы общаемся таким образом с плохим человеком, то станем плохими, а если с хорошим, то хорошим. Существует два типа воды – очищенная и грязная. Грязная вода может быть очищена. Возвышенные садху могут забирать плохие мысли у других людей, не загрязняясь. В их сердцах пребывает Говинда. Говинда – одно из имен Господа Щекришны. Санскритское слово «го» имеет несколько значений. Корова, земля и чувства. Винда – защитник, покровитель. Таким образом, если имя Говинда в трех значениях – защитник коров, покровитель чувства и хранитель земли. Говинда бесконечен, и он может поглотить любое количество нечистых вещей, поэтому сердца садху не могут быть загрязнены. Яры-де-ха-та-ра-каха Кришна-упадеши, амара-жна-я-ггуру, хана-тара-эй-деши. Проси всех исполнять наставления Господа Щекришны, изложенные в Бхаглагите и Шримад-Бхагватам. Таким образом, стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях. Так, кого бы ты ни встретил, говори с ним только о Кришне. Это должно быть нашим девизом. Тот, кто следует этому, истинный последователь Махапрабу, не Кришны. Кришна почти всегда окружен своими близкими. Но когда он приходит как Махапрабу, его главный интерес – дать доступ в свой круг. Продолжая дело распространения. Первым делом раздай меня в форме звука. Это мой самый всеобъемлющий, тонкий и действенный аспект. Постепенно здесь ты обнаружишь все. Первичная связь с моим звуковым аспектом. Первичная связь с моим звуковым аспектом. Его звуковой аспект всеобъемлющий. Он может прийти издалека, а затем проявится его облик, цвет, качество, его окружение, его деяние. И в это время преданного наделяют определенной обязанностью, посредством которого он присоединяется к лилию Господа. Понятно? Через звуковой аспект. Все приходит. Все постепенно. Ничего не сразу. Так, ну что, Харе Кришна, есть какие-то вопросы? Всем все понятно? Харе Харе Нама Кришна, Ядавая Намаха. Харе Харе Нама Кришна, Ядавая Намаха. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 сочетана бахтин атаку римда кидай джамы что пасхи вот джиганат хода с бабы же махарашки джи рупану гору варга кидай нам а чаря жила харидас такур кидай нант кодевай шнау ринды кидай чеба дэвиде пушина кидай силу вишманатх чахаровать такур кидай и народ там симанан даши него с чаря пробудки идей чего ринда ландо 100 курки и дающего пришеда sky раджики идей садки с вами риндауна кидай сапошла шинити надо пробудки идей сапошла шиман маха пробудки и джи щи рада кришна гопи гопинат чима кунда рада кунда гири гвардхана кидай шутка бактиве на нашей шинрисим кадр кидай бахта парабара прохлада махараджи кидай тула си махарани кидай ганга и мунжи кидай гранта раджи матбага там считаете это такие день и швачного раджа сапха кидай все читание с расвод матки и дающего майпурки и дающего на бадвит кидай бриндаун прошу там хамки и дай молодый ва собака череда хижик и дай смоя точно монтану окиджи а исма и бахтал аренды кидай арнам без накиеди я вышну плачок его бах тебе мало вадут на хорошо кидай гранд и что плач его бахте супхир гос вами хорош кидай джи щи плач его бахте нермало терем хорош кидай джи он лишь напад всего бахте разом от посуду махарашкие день все читание сросла от матка чарев банды кидай дай щепотки даром антроге дай джа у вишну патвишу вареньем силу а чебахте и дан с вами проху падки и дай дай щегуру парампара кидай дай саприкара щихи гору гуранга ганхароги тхари чеки дай дай щила бахте амрит махавир махарашки дай дай щепот бахте ашрайданди махарашки дай щемати бахте амритаде вики дай дай всем преданам кидай не тай гору пимананды харибу дай щи ладурдэх тур махараш дай саприкара шиши гору гуранга ганхароги ари крыши дорогие преданные на этом наша вечерняя программа закончена вот если повезет завтра с утром встретимся все наши поклоны дандават и хороших снов духовных подготовки к я со позже силу грудела всем дандават и халиф вишна